Ну что ж, 2018 год уже практически подошел к концу и в сегодняшнем видео я хочу подвести итоги в плане косметической продукции и поэтому сегодня я вам расскажу о лучшей косметике 2018 года, по крайней мере это по моему мнению и сегодня я буду рассказывать о том, без чего я реально не представляю свою коллекцию косметики что я обязательно куплю, как только у меня это закончится и что постоянно у меня в ходу, чем я действительно люблю пользоваться я знаю, что это приносит хороший результат в общем-то, мне кажется, с обступлением уже пора заканчивать, потому что это видео 100% будет очень длинным ладно, поехали! и давайте, наверное, начнем с глаз, потому что я 100% знаю, что если я не расскажу, что сегодня у меня на глазах будет миллион и маленькая тележка комментариев по поводу того, что же у меня на глазах какие тени я использовала, как сделать этот макияж но давайте обо всем по порядку я для вас приготовила две палетки теней первая палетка, это было действительно открытие 2018 года и это палетка Dose of Colors в коллаборации с блогерами Daisy и Katie называется эта палетка Frankation у меня на нее есть отдельное видео то есть если вы в деталях хотите посмотреть свочи, макияжи с этой палеткой 100% посмотрите отдельное мое видео для меня эта палетка действительно уникальна, потому что мало того, что здесь есть все самые нужные матовые оттенки которые, кстати, я сегодня использовала в макияже то есть матовые оттенки были только из этой палетки это идеальные тени для построения вот такой вот классной, дорого выглядящей, красивой тушевки и что особенно меня впечатлило в этой палетке, так это вот эти вот металлики которые не просто банальные металлики, которые можно встретить в любых других брендах как бюджетных, так и люксовых или каких-то проф это очень насыщенные металлические тени с огромным содержанием мелких блесток но при этом с этими тенями достаточно просто работать они не осыпаются вот так вот безбожно под глаза, чтобы потом их не вывести абсолютно ничем также на глазах у меня сегодня вот этот оттенок на веки но сверху нанесен еще один продукт, о котором мы чуть попозже с вами поговорим если вы новичок в макияже, возможно, вам с такой текстурой будет работать немножко сложновато тогда проще всего ее обуздать с помощью пальца то есть вы вот так вот просто на палец наносите, переносите, идеально все и здесь вот раз, два, три, четыре металлика и один топпер вот это неполноценный оттенок тени то есть это как мелкие спрессованные блестки которые можно наносить поверх любого, в принципе, макияжа для того, чтобы сделать его более праздничным, более блестящим, более таким каким-то нарядным если же такой макияж это немного не ваш стиль и вам нужно все в одном, то вот самая универсальная, наверное, палетка ей уже больше года ей, наверное, где-то года полтора но я до сих пор ее считаю максимально актуальной потому что здесь есть, ну, в принципе, абсолютно все, что может понадобиться любому человеку для того, чтобы сделать любой макияж будь то яркий или повседневный здесь очень хорошая растяжка как матовых оттенков, так и металликов в принципе, ну, как вы, собственно, и видите, здесь есть все поэтому если вы ищете универсальную палетку которая даст вам максимум возможностей то это, наверное, именно эта палетка в этом году для меня выделились две подводки первая из них это подводка от Debaum, которая называется Shuin это классическая на вид подводка с кисточкой но что ее выделяет по сравнению с другими так это то, что она очень-очень черная и очень-очень матовая если вы любите насыщенные угольно-черные матовые стрелки то вот это будет очень хорошим для вас вариантом если же вы любите стрелки, но вам тяжело их делать с помощью вот таких вот подводок которые идут с отдельной кисточкой и для вас важно, чтобы подводку было сделать просто то здесь я вам порекомендовала бы, наверное, подводку от NYX которая называется Epic Ink Liner наверное, даже самые новички с ней справятся и опять-таки она мне нравится больше всего тем, что у нее не фетровый аппликатор а ворсовый аппликатор и именно из-за этого ею очень просто манипулировать навеки то есть она очень легко скользит, она не пересыхает не пересыхает как когда она просто стоит так и когда вы ведете поверх теней даже, а не только голой кожи а это как раз то, что меня раздражает в фетровых аппликаторах потому что их постоянно нужно вот так вот встряхивать и потом опять вести линию, опять встряхивать, опять вести линию потому что аппликатор быстро пересыхает здесь же из-за того, что это синтетический ворс она всегда готова к работе, когда она вам нужна самой моей любимой тушью 2018 года была тушь от L'Oreal которая называлась False Lash Superstar X Fiber у меня сейчас ее, к сожалению, нет, потому что она у меня уже закончилась но я 100% буду покупать ее снова и каждый раз, когда я ее хочу заказать либо на Natina или на Lady Makeup она каждый раз распродана у меня очень короткие и такие невзрачные ресницы и только с этой тушью у меня получается сделать их заметными у себя на глазах если у вас тоже такие маленькие, тоненькие, щупленькие реснички то попробуйте эту тушь с одной стороны там идет просто обычная тушь а с другой стороны там такие как ворсинки, которые утолщают ресницы но при этом она не осыпается вот это ее главный бонус и кстати, если будете покупать, покупайте обычную версию не водостойку, потому что водостойка гораздо хуже а вот это меня впечатлило действительно тем, что она классный создает эффект реально ресницы увеличиваются в два раза так точно и при этом она не осыпается, не отпечатывается ничего такого с ней не происходит очень сильно меня впечатлила эта тушь и мне ее очень не хватает я сейчас каждый раз, когда крашу ресницы каждый раз аж щимит сердце, что у меня нет моей лореали если вы регулярно смотрите мой канал то фавориты для бровей совершенно вас не удивят здесь я хочу рассказать о двух карандашах которые реально заслуживают вашего внимания первый и самый мой любимый и обожаемый карандаш это Colourpop Brow Boss вообще мне нравится эта линейка в первую очередь из-за того, что у них очень удачные оттенки у меня этот карандаш есть во всех абсолютно оттенках но я для себя пользуюсь Dark Brown все остальные у меня лежат на случае если мне нужно будет делать макияж на какой-то модели сейчас я его не могу опять-таки вам показать потому что у меня он очень подло закончился недавно я заказала уже новый, он ко мне сейчас едет я этот карандаш покупала уже раза 3 или 4 и дальше буду его покупать потому что бесподобный этот карандаш и оттенок там, кстати, вот что касается именно Dark Brown он такой вот максимально нейтральный не холодный, не теплый а именно нейтральный темно-коричневый карандаш безупречный оттенок также мне очень нравится еще карандаш от Vivienne Sabo Brow Arcade этот карандаш вместе с Colourpop создает идеальное комбо для меня потому что у меня здесь оттенок 03 и этот оттенок тепловат не хочу вас этим напугать потому что это не противный такой рыжий-коричневый оттенок а это именно правильный, теплый, темно-коричневый для тех, у кого волосы тоже с теплым подтоном вот как у меня из-за чего, собственно, я им и пользуюсь для меня 2018 год был годом акцентных ресничек на внешних уголках глаз сейчас у меня на глазах тоже приклеены эти реснички и, на мой взгляд, это создает максимально естественный такой натуральный образ я вам оставлю ссылку в описании под видео на те наборчики на Алиэкспресс которые я постоянно покупаю и я уже, по-моему, два из расходовала сейчас буду заказывать уже третий я уже рассказывала вам о кремовых тенях от Makeup Revolution это у меня конкретно оттенок Rebound и я с этими тенями недавно делала новогодний макияж тот, который экспресс макияж за 15 минут это невероятно красивый оттенок он очень красиво и дорого выглядит на глазах каждый раз, когда я делаю макияж с этими тенями меня каждый раз обязательно спрашивают чем я делаю макияж и как я достигла этого эффекта а сейчас я хочу вам показать самые красивые пигменты которые я только видела в своей жизни один из них, кстати, сейчас у меня на глазах и это пигменты от KM Cosmetics у меня есть 7 оттенков и сейчас на глазах у меня пигмент который называется Полярная звезда он вот так вот в баночке кажется абсолютно незрачным но это настолько красивый и преображающий пигмент если вы смотрели мое предыдущее видео с новогодним макияжем то вы уже видели в действии пигмент, который называется стрела артемиды вернее это даже не пигмент, это такие крупные, яркие, невероятно красивые блестки которые преображают макияж вот так вот с нуля до ста за 3 секунды просто особенно красиво они выглядят поверх каких-то теней и в зависимости от того, какие оттенки снизу они создают настолько разные и настолько выразительные и просто потрясающие такие головокружительные образы что это даже сложно передать меня уже несколько раз спрашивали о том, как я отношусь к пигментам от Tami Tanuka я считаю, что у нее тоже есть очень красивые пигменты но их там по объему гораздо меньше а стоят они тоже дороже что касается категории глаз, то здесь у меня все и теперь не менее интересная категория это макияж лица здесь я вам сейчас назову тот консилер который мне больше всего нравился в 2018 году которым я больше всего пользовалась и это Maybelline Instant Anti-Age Eraser и именно в оттенке 05 Brightener это очень светло-розовый оттенок и для себя я поняла, что именно вот такие вот светлые бледно-розовые оттенки добавляют мне свежесть и яркость под глазами то есть если мне не просто нужно перекрыть темные круги под глазами нужно добавить именно свежести и яркости то мне нужен вот такой вот светло-розовый оттенок но я сейчас его нахвалила но на самом деле, опять-таки, если вы не впервые на моем канале вы знаете, что в 2019 году мы с вами начнем расследование я уже заказала достаточно много разных консилеров потому что все равно, как бы мне не нравился этот, я не считаю его идеальным потому что под конец дня он немножко засыхает под глазами и прям немножко начинает трескаться и это можно поправить вот так вот, сделав несколько раз но тем не менее, я все равно его не считаю идеальным это не такой консилер, который вот прям вот настолько люблю, что прям не могу и буду покупать его снова и снова и снова в 2019, я уверена, мы с вами найдем именно идеал что касается консилера, который я использую именно на лице для того, чтобы перекрыть какие-то недостатки но не в зоне под глазами то это Catrice Camouflage у меня это оттенок 020 безупречный консилер для того, чтобы скрыть какие-то пигментные пятнышки, прыщики он очень плотный, очень стойкий очень хорошо все перекрывает но для того, чтобы, кстати, перекрыть, например, пигментное пятно или прыщик нужно этим консилером вот так вот поставить точку и оставить эту точку секунд на 30-40 чтобы этот консилер немножко подсох и после этого уже растушевать тогда пигмент остается на месте вы не начинаете его сразу стушевывать и до конца дня, если вы не будете прям тереть ваше лицо то недостатки снова не покажутся на поверхности здесь, я думаю, мы сейчас хором можем сказать какая тональная основа была моим фаворитом 2018 года и это, конечно же, тональная основа YSL Tushikla All-in-One Glow безупречная тональная основа по крайней мере для моего типа кожи и для моих нужд эта тональная основа имеет от легкого до среднего покрытия и скорее, наверное, к среднему она приближается она просто невесомо ощущается на лице и ее также практически не видно на лице когда вы начинаете ее наносить такое впечатление, что она превращается в воду и даже чувствуется вот такая вот как прохлада и влага как от воды при этом все, что нужно мне перекрыть она перекрывает если сквозь нее проглядываются какие-то мелкие прыщики я потом сверху катрис-камуфляж вот так вот точечно наношу и все прекрасно она также имеет сияющий финиш вот сейчас она тоже у меня на лице это даже не обсуждается она просто обязана присутствовать в моей коллекции и именно с этой тональной основой я понимаю, за что я здесь плачу деньги и пока что я не нашла ни одного аналога в бюджетном сегменте который мог бы хотя бы частично приблизиться к эффекту от этой тональной основы пудра до 2018 года совершенно не была моим мастхевом потому что у меня в принципе суховатая кожа и я могу обойтись даже в принципе без пудры и все лицо я вообще не закрепляю единственную зону, которую я закрепляю это зона под глазами для того, чтобы не скатывался консилер и для меня идеальнейшей пудрой является пудра от Pixi которая называется Flawless Finishing Powder эта пудра, к сожалению, близится к тому, чтобы закончиться и она просто разбивает мне сердце потому что Pixi, судя по всему, сняли ее с производства и сейчас я вижу, что эта пудра продается только на нескольких сайтах и это, наверное, остатки, которые сейчас распродадутся и все, после этого эту пудру нельзя будет купить это не пудра для жирной кожи для того, чтобы заматировать лицо для того, чтобы продлить стойкость макияжа лица нет, эта пудра именно для тех, у кого сухая кожа но у кого все равно есть определенные участки на лице которые нужно закреплять как, например, зона под глазами с каким-то консилером, который скатывается вот эта палетка тоже сейчас вообще никого не удивит потому что вы знаете, насколько я ее люблю это Makeup Revolution Renaissance Glow и это уже вторая моя палетка и в 2019 году я 100% буду заказывать третью я просто обожаю вот эту сторону этой палетки это Sculptor-Bronzer последние, наверное, полгода точно я пользуюсь только исключительно этой палеткой правда, эта палетка для меня это палетка одного продукта потому что я совершенно не использую хайлайтер я к нему даже практически не прикасаюсь он мне не очень нравится но вот эта сторона, это просто что-то божественное я еще не встречала такой продукт который бы мог для меня заменить сразу и скульптурирование, и бронзирование но вот эта пудра именно это для меня и делает и знаете, в чем ее особый бонус? мало того, что она на камере выглядит хорошо и я никогда не переживаю, что лицо у меня выглядит слишком каким-то желтым или оранжевым вот она делает как раз ту естественную тень которая мне нужна и в то же время она и вживую выглядит хорошо вот я вообще не приверженец того чтобы делать макияж, который вот на камере выглядит замечательно но если ты выйдешь на улицу все люди от тебя будут шарахаться потому что на тебе 3 тонны штукатурки хайлайтер года для меня это однозначно L'Oreal Glow Mon Amour это самый красивый, самый естественный но в то же время броский хайлайтер мне этот хайлайтер реально нравится гораздо больше жидкого хайлайтера от Бека Бека у меня сейчас лежит просто без дела я все время пользуюсь только L'Oreal сейчас опять-таки этот хайлайтер на мне нравится то, что он растушевывается абсолютно незаметно он не подчеркивает текстуру кожи хотя у меня есть текстурные проблемы на лице и вы знаете, я ненавижу просто когда блогеры хвалят какие-то хайлайтеры и когда они их наносят вот видно просто все пупырышки которые есть у них на этой зоне мне кажется, что если у вас текстурная кожа ни в коем случае не пользуйтесь сухими хайлайтерами обязательно обратите свое внимание на какие-то кремовые, жидкие текстуры как я уже и сказала из-за того, что у меня суховатая кожа я не закрепляю макияж пудрой для лица но это не значит, что я вообще не фиксирую свой макияж я всегда использую спрей для фиксации макияжа и в 2018 году больше всего мне понравился спрей от Colourpop он называется All Star он стоит всего 10 баксов и в принципе за эту цену это просто отличнейший спрей когда я сбрызгиваю им лицо то все сухие текстуры, которые я наносила поверх кремовых как будто немножко плавятся и становятся единым целым что-то, что напоминает естественную текстуру кожи но этот спрей также работает и как фиксирующий то есть каждый раз, когда им сбрызгиваешь лицо создается ощущение, что лицо покрывается какой-то еле уловимой пленочкой которая продлевает стойкость макияжа единственное, к чему я могу придраться так это к тому, что у этого спрея достаточно банальный такой обычный и самый простецкий распылитель то есть он разбрызгивает не такое прям облачко которое тонким слоем покрывает твою кожу это скорее такой обычный спрей но если на вытянутой руке распылять этот спрей он не будет плевать в лицо и учитывая то, что он стоит всего 10 баксов то я здесь не удивлена, что здесь стоит именно такой распылитель но с этим я могу мириться с губами будет все очень быстро и просто самые мои любимые карандаши 2018 года для губ это карандаши Colourpop единственное, за что я их просто ненавижу это их упаковка из-за того, что это пластиковый карандаш, а не деревянный он рано или поздно начинает делать вот так то есть грифель у него начинает скользить внутри самой упаковки карандаша и это ужасно раздражает но вообще мне сам карандаш очень нравится у них очень много оттенков можно выбрать нюдовые, розовые, бордовые, красные и не знаю, разноцветные какие угодно оттенки у них есть у меня самый ходовой это оттенок, который называется BFF это максимально такой светлый нюдовый тоже я люблю оттенок All Snap это такой розовый нюд, скажем так и немножко более темный нюд, у меня это Curve 2 этим я пользуюсь реже всего, потому что он такой немножко более темный сейчас, кстати, возвращается мода на губы 90-х когда темный контур и более светлая помада вот для таких образов вот этот карандаш идеально подойдет в 2018-м моими самыми любимыми были помады от Golden Rose из линейки Long Stay Liquid Matte Lipstick вот этот оттенок номер 13 это вообще восхитительный просто нюд а оттенок номер 18 это восхитительный такой классический красный оттенок эти помады очень дешевые но они изумительно смотрятся легко ложатся на губы очень стойко держатся еще и аромат у них просто потрясающий мне они пахнут какой-то сладкой выпечкой а если я хочу максимальный комфорт то у меня всегда тянется рука за помадами от NYX которые называются Sleep Tease Lip Lacquer это относительно новый релиз я здесь не буду врать вам и рассказывать что я этой помадой пользуюсь уже целый год я всего пользуюсь ею, наверное, месяца полтора не больше но в то же время, вот в последнее время я только исключительно этими помадами и пользуюсь мой самый любимый оттенок это тот, который сейчас у меня на губах это оттенок Decadent это идеальный нюд для теплого макияжа глаз и также достаточно уникальный оттенок в моей коллекции это оттенок Chica Peel это очень-очень светлый нюд тогда, когда вам нужно стереть губы с вашего лица и сделать акцент только на глаза вот тогда эта помада очень хорошо подходит она не начинает скатываться она не начинает склеиваться вот так вот между губами она просто безумно-безумно комфортная такое впечатление, что вы ходите с бальзамом для губ или с каким-то маслом на губах и не полупрозрачная, как блеск для губ и аналогичный эффект создают помады от Avon из линейки Mark называется эта помада Liquid Lip Lacquer и подраздел у них Shine то есть именно вот эта линейка Shine она тоже вот такая лаковая, насыщенная, пигментированная очень удобный тоже здесь аппликатор такой немножко как заостренный и это вот практически полный аналог NYX единственное, у них в линейке разные оттенки в зависимости от того, что вам нравится то, собственно, и выбирайте у меня в линейке Avon два самых любимых оттенка первый из них Vintage Smoke это такой классический цвет пыльной розы и еще мне нравится оттенок Nuditude это бежевый нюд с декоративной косметикой я закончила но с фаворитами пока нет еще осталось у меня несколько продуктов о которых я обязательно хочу вам рассказать спонжем года для меня был спонж Real Techniques я уже далеко не первый спонж такой покупаю и всегда, когда я их покупаю я беру наборы, там где их сразу несколько в последний раз я брала набор из четырех штук я считаю, что это самый, наверное, универсальный спонж который максимально отрабатывает себя в категории цена-качество по сравнению с Beauty Blender он немножко более такой вот как бы упругий Beauty Blender немного более мягкий но в то же время мне в этом гораздо больше нравится его вот этот вот плоский срез мне таким образом гораздо более удобно наносить тональную основу или что-то растушевывать на лице нежели вот этой вот полукруглой жопкой Beauty Blender никогда раньше в фаворитах года я не упоминала свои любимые кисти и в принципе я могу чередовать абсолютно любые кисти в зависимости от того, какие у меня чистые какие у меня сейчас под рукой кроме одной единственной это моя кисть от Hakuhoda которая для нанесения теней на века и она действительно уникальная вот нет ни одной кисти нигде ни в каких брендах которая бы могла сравниться именно с этой кистью и вы наверное сейчас подумаете, что я сошла с ума рекоменовать вам вот такую, казалось бы, банальную плоскую кисть для нанесения теней но я вам сейчас все объясню только эта кисть идеально набирает любые текстуры с которыми вы только хотите работать будь то матовая текстура, будь то металлические тени будь то какие-то блестки, глиттер будь то рассыпчатые какие-то текстуры вот только эта кисть может справиться идеально с этой задачей конечно, есть кисти, которые на вид могут даже напоминать эту но я объясню, в чем ее особенность во-первых, это натуральный ворс этот ворс достаточно упругий это ворс пони то есть это не мягкая кисть не такая, которая, знаете, как беличий хвостик она достаточно упругая я, кстати, уже делала видео о том, как работать с текстурами теней для каких теней какие кисти идеально подходят я вам оставлю ссылку на это видео под буквочкой А если вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите и в то же время она недорогая я не могу сказать, что это прям очень дорогая кисть да, она дороже, чем кисти на Алиэкспресс или чем кисть, например, Зоева но в то же время для меня это просто незаменимая кисть еще один прибор, который я безумно люблю и которым я пользовалась на протяжении года даже уже больше года это моя щеточка Foro Luna у меня это модель Play Plus это как бы дорожная версия этой щеточки ее нельзя заряжать но в то же время она работает от мизинчиковых батареек вернее, от одной единственной мизинчиковой батарейки которой хватает на очень долго я ни разу еще не заменяла здесь батарейку, которая стояла с завода то есть уже больше года я пользуюсь этой щеточкой ну, практически ежедневно чем для меня незаменима эта щеточка это тем, что она действительно помогает полностью очистить лицо так как я очень часто делаю макияж лица причем макияж лица у меня достаточно все-таки обильный я бы сказала, потому что я никогда не крашусь так слегка реснички и блеск для губ я всегда крашусь вот так вот, как вы видите меня в этом видео то есть и тональная основа, и хайлайтеры, и бронзеры и где-то пудры, там, консилеры, тени много косметики у меня на лице и чтобы качественно очистить лицо от такого количества косметики обязательно нужен какой-то вот такой вот прибор мне Форо нравится гораздо больше, чем Кларисоник потому что Кларисоник нужно постоянно менять вот эти сменные головки щеточка Форо по сути вечная потому что эти ворсинки никогда не выходят из строя они тоже антиаллергенные здесь ничего не нужно менять вот просто купил и пользуешься опять-таки много чем я пользовалась и много чего мне понравилось но вот так, чтобы я прям побежала и снова это покупала то таких продуктов очень мало один из них это мой любимейший на данный момент крем от Диапрос с пептидом яда змеи у меня этот крем закончился и это просто вот прям трагедия для меня мне очень его не хватает сейчас я пробую допользовать то, что у меня есть и это вроде бы как тоже неплохие кремы но они 100% просто не сравнятся с Диапрос чем мне нравится Диапрос, так это тем, что это единственный крем, который напрочь убирает чувство стянутости и сухости кожи у меня и кстати, мне кажется, что этот пептид, который работает как ботокс реально действительно работает потому что как только я перестала пользоваться кремом Диапрос у меня снова начали появляться вот здесь вот мимические морщины в то время, когда я пользовалась Диапрос у меня лоб был абсолютно гладкий он полностью разгладился сейчас я из последних сил пытаюсь добить тот уход, который у меня есть но этого крема мне реально очень не хватает у меня, кстати, на марку Диапрос есть отдельное видео обязательно посмотрите его и помимо Диапрос, еще одна марка, которая, на мой взгляд, заслуживает вашего внимания это марка The Ordinary у них есть очень-очень хорошие продукты за достаточно низкий ценник сейчас я вот постоянно пользуюсь вот этим тоником это тоник с гликолевой кислотой 7% уход от The Ordinary хоть и очень дешево стоит но при этом, когда вы пользуетесь этими продуктами вы видите разницу и вот этот тоник замечательно помогает с текстурными проблемами я каждый вечер пользуюсь этим тоником и на утро я прям вижу, как кожа моя становится более гладкой а если я прям регулярно им пользуюсь и не забываю каждый вечер вот обязательно им пользуюсь то у меня кожа становится все лучше и лучше и также начинает очень сильно осветлеть пигментные пятна что касается их кислот, пептидов и в целом активных ингредиентов то они у них преимущественно очень хорошие я последние несколько лет пользуюсь только исключительно натуральными дезодорантами и у меня уже огромнейший просто опыт натуральных дезодорантов и пока я не нашла дезодорант от Native меня вот полностью не устраивал ни один и вот только этот меня полностью устроил это уже третий мой дезодорант с момента, как я впервые с ним познакомилась и я уверена, что этот у меня закончится будет четвертый, пятый и десятый вообще я хочу сделать отдельное видео о натуральных дезодорантах рассказать, почему обычные дезодоранты вернее антипроспиранты, почему они вредны какие у них есть вредные ингредиенты чем они вредны и также рассказать о своем опыте перечислить абсолютно все, какими я пользовалась и чем они меня не устроили в основном, чем меня не устраивали натуральные антипроспиранты это тем, что они либо очень жирные масляные прям и они оставляют просто жутчайшие такие жирные следы на одежде либо они просто-напросто не работают у этого дезодоранта просто потрясающий состав здесь нет ни одного вредного или даже хотя бы частично спорного какого-то ингредиента здесь все ингредиенты максимально хорошие но при этом этот дезодорант реально работает у меня это аромат ваниль и кокос и у меня каждое утро такое впечатление что я вот просто пользуюсь не дезодорантом а рафаэлкой единственная оговорка если вы никогда не пользовались натуральными дезодорантами я вас сразу предупрежу натуральные никогда не блокируют потовые железы то есть вы потеть все равно будете единственное от чего они защищают это от неприятного запаха и сейчас это может многих оттолкнуть вы можете подумать зачем это вообще нужно но на самом деле блокирование потовых желез это очень вредная штука и если это делать постоянно это чревато очень серьезными последствиями я например с такими последствиями столкнулась но я об этом хочу рассказать в отдельном видео если вас интересует эта тема обязательно напишите мне это в комментариях тогда я постараюсь это видео сделать побыстрее а на этом у меня все я очень надеюсь что это видео вам понравилось если так и было обязательно поставьте ему палец вверх а еще обязательно напишите мне в комментариях какая косметика у вас была в фаворитах в 2018 году я хочу чтобы это видео было полезно не только с точки зрения моего мнения но также и вашего я уверена зрители будут читать комментарии может быть попадут на какой-то классный совет поэтому обязательно делитесь своими находками тоже если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь это можно сделать нажав на круглую иконку вот здесь вот и также я для вас оставлю еще несколько видео а если вы их не смотрели обязательно посмотрите а если вы их уже видели то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней и и и